В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. Наши авторы поделятся с вами новостями и событиями, о которых говорили сегодня и, возможно, скажут завтра. Сегодня вы увидите. Торговый городок. Ждать ли рязанцам возрождение местного ВДНХ? Интернет-зависимость. Как не попасть в опасную ловушку? Юные спортсмены. Губернатор сегодня вручал свидетельство о присуждении стипендии. Детям, добившимся высоких результатов в спорте, сегодня вручали свидетельство о присуждении стипендии губернатора Рязанской области. Торжественная церемония прошла в областном правительстве. Подробнее о юных спортсменах Оксаны Тепенихина. Развитию спорта в нашем регионе уделяется огромное внимание и проводится большая работа. Строятся спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, проводится масштабная пропаганда по привлечению молодежи к занятиям. И результат не заставил себя ждать. И эти ребята, несмотря на совсем еще юный возраст, добились отличных результатов в различных видах спорта. Сегодня в регионе есть хорошая спортивная база для занятий разными видами спорта. Ледовые арены, плавативные бассейны, футбольные поля, теннисные корты, биатлоны, комплекс. Много их или мало, можно на эту тему рассуждать. Но они сегодня есть. И тем, кто действительно хочет заниматься, тем, кто видит в этом цель своей жизни, есть где заняться и выбрать вид спорта себе по душе. Стипендия губернатора Рязанской области стала своего рода стимулом и одновременно поощрением для одаренных молодых спортсменов. Выдается она на один год и выплачивается ежемесячно. В этом году сертификаты получили 50 юных спортсменов по 18 видам спорта со всего региона. Среди этих ребят 28 кандидатов в мастера спорта, 5 мастеров спорта, 3 мастера спорта международного класса. Это значимая часть вашей жизни. Пусть пока небольшой, но уже значимая часть. И победа на соревнованиях доказывает, что вы талантливая, что вы целеустремленная, что вы способны многого достичь, что у вас есть перспективы для дальнейшего развития и покорения новых высот. Этим ребятам еще нет 18 лет. Впереди у них настоящая спортивная карьера. И региональное правительство готово поддерживать и поддерживает стремление ребят заниматься прекрасным и поднимать имидж региона. В середине 50-х годов прошлого века городу была необходима выставка, демонстрирующая достижения всех сфер производства. Своеобразный аналог ВДНХ в Москве. Чудесным городком именовали тогда газеты новую выставку. Ныне полузаброшенный неказистый торговый городок, судьба которого в настоящее время зависит от того, найдется ли инвестор, готовый преобразить эту часть нашего города. Рязанский торговый городок приобрел это название одновременно со своей переквалификацией. То есть после того, как из объекта пропаганды советского образа жизни и места, предназначенного для повышения самооценки рязанцев-земледельцев и животноводов, превратился в место исключительно купли-продажи. Самый обыкновенный торговый комплекс сменил то, что изначально создавалось как ни больше ни меньше мини-ВДНХ. Здесь на когда-то далекой окраине города, на краю лугов, луговой поймы, кстати, это и минус, потому что заливается очень часто, но идея была такая. Здесь на пустыре создать действительно мини-ВДНХ. Выставка называлась промышленная, сельскохозяйственная, строительная. То есть здесь в каждом павильоне были представлены и достижения, и перспективы развития нашего края. Это очень важный шаг. Действительно, все было возведено одним мощным рывком за два месяца. На фасаде главного павильона тут сейчас красуются облезлые буквы «Мебель». В свое время размещалась мраморная доска, где была надпись «Рязань». А на одном из проспектов торгового городка бил фонтан. Люди, приходящие сюда, могли погулять и посмотреть, что же такого мы достигли и чего ждать еще, понимаете? То есть люди жили с перспективой вперед, на будущее. Вот такая перспектива сейчас может вернуться сюда, если придет человек, который поймет задумку Алексея Николаевича и, по сути, попробует его поддержать уже в 21 веке. Тогда был бы такой подарок городу Рязани, что лучше не скажешь, наверное. В настоящее время состояние торгового городка плачевное, но явно необходимая реставрация или даже реконструкция связана, как нам пояснили в пресс-службе администрации города, с определенными трудностями. Земельный участок, на котором в настоящее время располагается торговый городок, имеет ограничения, связанные с особенностями застройки и регламентируемые правилами землепользования и застройки. Территория относится к заповедной зоне древнего ядра и исторической части Рязани, зоне объектов археологического наследия, зоне подтопления, зоне обслуживающих и деловых объектов, а также частично в санитарно-защитной зоне промышленно-коммунальных предприятий, санитарно-технических и инженерных сооружений. Высота строящихся объектов на указанной территории не должна превышать 15 метров до конька кровли в соответствии с действующим проектом зоны охраны памятников истории и культуры города Рязани. Как скоро найдется инвестор, неясно. А пока задуманный как выставка, прославляющий труд и процветание, торговый городок остается в совсем непроцветающем состоянии. Проблема интернет-зависимости среди детей последние годы особенно актуальна. Во всем мире подростки рискуют жизнью, пытаясь сделать удачное селфи, а самые маленькие дети практически с младенчества привыкают сидеть в гаджетах, пока их родители заняты своими делами. В Рязанской области сейчас происходит активная борьба с бесконтрольным интернетом. В теме разбиралась Анна Герцовская. Эти ребята с счастливой улыбкой залезают на самые высокие объекты нашей страны, совершенно безо всякой страховки. Они не боятся свалиться вниз и потерять свою жизнь. Вот эти парни умудрились даже залезть на одну из семи знаменитых московских высоток. В Рязанской области проблемой с селфи и интернет-зависимости обеспокоены многие. По этому поводу в Рязанской областной детской библиотеке состоялся круглый стол. В нем приняли участие представители практически всех школ и библиотек города, министерства культуры, уполномоченные по правам ребенка и человека, представители средств коммуникации и доктора. Своим опытом в регион приехал поделиться заведующий детским отделением психоневрологического диспансера города Череповца. Мы бы хотели показать структуру работы, потому что очень часто, когда общественники начинают заниматься этой проблемой, нет общего подхода к проблеме. Технологии занимаются техническим контролем, врачи пытаются стянуть его врачебную часть, психологи тянут на себя. Нам показалось, что мы этот общий подход рациональный, единотерминологии, в подходе организации мероприятий, выводов, целей с нашими специалистами нашли. Потратили на это много времени, но мы нашли. Межведомственный подход нарабатывается годами, и в Рязани тоже возможно выработать стратегию защиты детей от интернета. Ведь на просторах всемирной сети встречается очень много опасностей и соблазнов, которые так ярко влияют на детскую психику. Для многих родителей и учителей эта проблема остается незаметной. Все считают, что именно с их ребенком интернет-зависимости не произойдет. И только тогда, когда по всему миру пошли случаи смерти селфистов, проблемы зависимости от гаджетов действительно обеспокоились. Вот сейчас, я уже говорил, у меня на отделении из 20 детей 6 являются с техническим следом. Конкретно один ребенок отказался ходить в школу, потому что он огроман, мать его не может вытащить, он был доставлен в скорой. Одна девочка попалась при попытке самоубийства, ее вызвали скорую помощь соцработники и школьные психологи, которые были на нашем семинаре. Одна девочка с анорексией тоже попала. Ну, несколько ребят, которые также имеют какое-то отношение к техническим проблемам. То есть даже по составу качественного своих больных я прекрасно вижу, что во многих проблемах им видна техническая составляющая. Что касается интернет-зависимости, то в первую очередь тревогу бьют врачи. Педагоги в меньшей степени сталкиваются с этим. Но основной причиной данной проблемы является воспитание детей. Родители должны на личном примере показывать детям, как вести себя в обществе. Или выработать систему контроля. Контроль эмоциональный, технический и временной. А ведь часто родители не знают, какие возрастные ограничения стоят в сетях. Не знают систему контроля. Не знают систему бесплатных фильтров. Им проще дать гаджет малышу с самого детства, отвлечь ребенком, чтобы самим заняться своими делами. Все это происходит от того, что уровень ответственности у родителей привит теми же техническими средствами. Они не интересуются детьми и перекладывают функцию воспитания на школу, хотя функция школы – это обучение. Учащиеся старших классов одной из рязанских школ посетили отдел полиции номер 3. С этой встречи в Рязани стартовала социальная акция «Добрые полицейские». Планируется, что для школьников до конца учебного года проведут 16 экскурсий в различных подразделениях полиции. В ходе акции «Добрые полицейские», организованной Общественным советом при региональном ОМВД по инициативе Центра развития добровольчества города Рязани, для школьников будут организованы ознакомительные экскурсии. К примеру, в отделе полиции номер 3 перед школьниками выступили эксперт-криминалист, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, инспектор ГИБДД и участковые полномоченные полиции. Полицейские рассказали об особенностях своей службы, предостерегли ребят от совершения противоправных действий и дали рекомендации, как не стать жертвой преступления. Люди, вы достаточно молодые. Кстати, какой возраст? 16 есть? Нет. Нет еще? Итак, ну давайте остановимся на самых интересующих, наверное, вопросах всех молодых людей. Ну, о том, что дорогу нужно переходить по пешковому переходу, я думаю, я не буду вам напоминать. Люди достаточно взрослые, все об этом знают. Давайте я расскажу вам немного о принципах управления велосипедом, а также мопедом, скутером и мотоциклом. Ребята задавали много вопросов и было видно, что встреча с представителями разных полицейских специальностей носила не только профилактический или ознакомительный характер, но и было заметно, некоторые подростки всерьез задумались о поступлении на службу в полицию. Собираясь домой, школьники поблагодарили сотрудников за интересную экскурсию и пожелали полицейским спокойного дежурства. В Рязани создали реестр уникальных деревьев, растения которые имеют научную, культурную, историческую или эстетическую ценность. Их возраст уже перевалил за сотню лет, располагаются они в основном в историческом центре города. И по мнению представителей власти, заслуживают внимания и ухода не меньше, чем, скажем, памятники архитектуры того же возраста. Подробнее в сюжете Марина Комиссаровой. 35 деревьев, старшему из которых около 170 лет, вошли в список составленной специальной комиссией. Живее свидетели исторических событий, вековые деревья хранят память о ключевых вехах в истории нашего города. Создать подобный реестр и тем самым обратить внимание жителей города на уникальные природные памятники, сохранить их жизнь как можно дольше, такая идея пришла представителям власти в начале года. Ну вообще это идея главы администрации города Рязани Олега Евгеньевича Булекова, а возникла она в процессе обсуждения реконструкции Центрального парка культуры и отдыха. И в том числе обсуждался вопрос, как нам сохранить те реликтовые дубы, которые произрастают именно в старой его части. Сегодня на территории Центрального парка 17 дубов произрастает, их возраст свыше 150 лет. Конечно, дубы требуют к себе повышенного внимания, потому что они такие долгожители. И некоторые дубы, они у нас подверглись, ну как бы, вандальным таким действиям. Вошли в список три лиственницы дуб, произрастающие на территории РГУ имени Сергея Есенина. Дуб был посажен примерно в 1895 году, возле тогда еще епархиального женского училища. Позже деревья стали символом педагогического института, а ныне Рязанского университета. Тополь серебристый с раскидистой кроной растет на территории Нижнего городского сада, около исторического здания, принадлежавшего купцу-миллионеру Рюмину, и когда-то являлся частью единого усадебного комплекса, впоследствии переданного наследниками городу под благородный пансион. Единственным плодовым деревом, вошедшим в риест, стала яблоня, произрастающая на территории дома, куда в 1957 году приехал недавний политзаключенный Александр Солженицын. Именно о ней он написал свою знаменитую крохотку, где выразил счастье от встречи с Рязанским садом после долгих лагерных лет. Возраст дерева не единственное требование к претендентам в список уникальных. С каждым природным памятником связано историческое, культурное событие или какая-то легенда. Есть лиственница на улице Ленина, 38 произрастает. По большому счету за ней просто закрепилась история, которая передается из поколения в поколение. О том, что эту лиственницу нельзя трогать и даже нельзя трогать забор. Иначе на город Рязань обрушатся какие-то явления, ну нехорошие, типа наводнений. И это все подтверждалось, что когда ломали в какое-то время забор, действительно были вот такие неблагоприятные метеорологические явления. Мы ее тоже включили в реестр. Сформированный реестр не является окончательным. С учетом предложений общественности и научных сообществ, он будет дополняться и корректироваться и в этом году, и в последующем. Кроме того, информация о дубах в ЦПК ИО, Дубе Пожалуйста и Яблоне Солженицына, направленной для участия во всероссийской программе «Деревья. Памятники живой природы». На этой неделе страна праздновала День гражданской авиации. Сегодня в программе подробностей мы поговорим о том, как становятся летчиками с директором САСовского летного училища. Смотрите сразу после выпуска новостей. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok